Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Безопасность и комфорт. Еще шесть новых лифтов установлены в Зареченских многоэтажках. Город Заречный единственный город среди закрытых городов. Вот по нашей информации, который вошел в 185-й федеральный закон. Это позволяет решить проблему конкретного дома, конкретного подъезда за счет привлеченных ресурсов. Для всех, кто умеет писать. Открылся прием заявок на участие в тотальном диктанте. Регистрация, она просто желательная для того, чтобы мы, как организаторы, могли рассчитать количество посадочных мест, чтобы, если вдруг придет больше, мы могли исполнивать еще одну аудиторию. Мы начинаем КВН. Команда из Пензы и Заречного готовится к открытию Зареченской лиги клуба веселых и находчивых. Поскольку это такой у нас первый фестиваль, наш такой будет грандиозный, поэтому очень ситрепетно относимся к этому. Самая главная задача нам сделать шикарное мероприятие. И теперь об этих и других новостях подробнее. Еще шесть новых лифтов введено в эксплуатацию в Зареченских многоэтажках. Подъемники установлены в домах на строители 8 и 10 и на Ленина 50. Напомню, замены лифтов в Заречном производятся в рамках исполнения федерального закона о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Собственники жилья оплачивают лишь 20% стоимости подъемников и работ по их установке. Остальные средства поступают из бюджетов. Мэр Заречного Вячеслав Гладков вместе с представителями подрядчика и обслуживающей организации опробовал новые лифты. Принимаем, идем дальше. Во всех подъездах дома номер 8 по улице строителей новые лифты. Подъемники уже введены в эксплуатацию. Их установка выполнена в рамках исполнения 185-го федерального закона о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Собственники квартир внесли 20% от требующейся суммы на замену лифтов. Остальные деньги выделены из федерального и местного бюджетов. Город Заречный единственный город среди закрытых городов. Вот по нашей информации, который вошел в 185-й федеральный закон. Это позволяет решить проблему конкретного дома, конкретного подъезда за счет привлеченных ресурсов. Купить собственникам жилья за счет своих средств лифт, с моей точки зрения, ну невозможно. Потому что не взять ниоткуда деньги. И да, 20% требований закона должны принять решение собственники и эти деньги собрать. Но в пересчете на дом, да, эти средства, с моей точки зрения, вот, они нам по карману все. На строителе 8 мэр Заречного высказал замечание по поводу оформления входной группы лифта. Панели неплотно прилегают к стене. Устранить недочет в ближайшее время предстоит специалистам компании «Лифт-сервис». В доме номер 10 по улице Строителей уже заменен пассажирский лифт. Теперь на очереди установка нового грузового подъемника. Здесь нареканий к работе специалистов у Вячеслава Гладкова не было. А в доме 50 по улице Ленина, где тоже установлены новые лифты, глава администрации обратил внимание сотрудников обслуживающей организации на посторонний шум, появляющийся при движении подъемника. «Лифт-сервис» на самом деле точно так же, как и соседние, ходит плохо. Потому что когда идет по направляющим, вообще шум идет. То есть нигде до этого ездят, даже соседним такого шума нет. А здесь прям чувствуется по направляющим звук идет. Мы с вами три настроителя посмотрели. Там вообще идеально. Вот просто идеальная тишина, движение. Вот здесь, конечно, мне кажется, нужно срочно отлаживать. Глава администрации поручил обслуживающей компании устранить недочеты в ближайшее время. На следующей неделе мэр лично проверит качество выполненных работ. Елена Степкина, Денис Дубицкий, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный». И о происшествиях. Пожилой зареченец чуть не сгорел в собственной квартире из-за курения в постели. Тревогу забила соседка. Она увидела дым в подъезде и вызвала пожарную охрану. Сообщение о возгорании поступило на пульт единой дежурной диспетчерской службы в 5 часов 22 минуты. На место происшествия выехали 25 сотрудников МЧС. Они потушили огонь и спасли хозяина квартиры, мужчину, 1951 года рождения. На пожаре никто не пострадал. В администрации Заречного прошло совещание по очередному этапу внедрения инвестиционного стандарта. Были рассмотрены три раздела. Наличие стратегического документа развития инвестиционной деятельности на территории города. Формирование публикаций ежегодно обновляемого плана создания объектов, необходимого для инвесторов и инфраструктур, наличие института общественного помощника, уполномоченного по защите прав предпринимателей. На заседании была проведена оценка требований разделов рассматриваемого стандарта. В 2015 году, когда мы начинали внедрять инвестиционный стандарт первый, мы разработали документ, комплексный план развития инвестиционной предпринимательской деятельности города Заречного, Пенисской области наперед до 2020 года. В рамках исполнения инвестиционного стандарта второго от нас требуется тот же самый документ, но его желательно, конечно, актуализировать, чтобы было сделано. И плюс еще необходимо разместить презентацию. Все эти требования по инвестиционному стандарту мы выполнили. Комплексный план актуализирован. Презентация комплексного плана размещена на официальном сайте администрации города. Число предлагаемых зареченцем рабочих мест превышает спрос. На очередной ярмарке вакансий в Центре занятости населения городские предприятия и организации предложили безработным трудоустройством по трём с лишним десяткам специальностей. По-прежнему самыми востребованными остаются рабочие, инженерно-технические сотрудники, воспитатели, учителя, полицейские. Профессиональные кадры нужны практически всем предприятиям Заречного. Рассказывает Елена Степкина. 15 работодателей участвовали в ярмарке вакансий, организованной специалистами Центра занятости населения. Представители предприятий и организаций города предложили безработным гражданам более 30 специальностей. У нас сегодня присутствует предприятие, где имеются горящие вакансии, которые появились только сегодня или вчера. И укомплектовать эти рабочие места нужно просто срочно. У нас вакансии – это и инженеры, и программисты нужны, и рабочие, но, как правило, высокой квалификации и с опытом работы. Свободные рабочие места безработным гражданам предлагали специалисты муниципальных организаций, частных компаний и индивидуальные предприниматели. Среди вакансий – воспитатель, преподаватель, участковые полномоченные полиции, водитель, инженер, радиотехник, фрезеровщик, охранник, врач, медицинская сестра, разнорабочий. Многие работодатели уже не первый раз участвуют в ярмарке. Говорят, что это хороший способ найти себе подходящих сотрудников. В данном мероприятии мы всегда принимаем участие. Как бы считаем, что это очень полезное мероприятие как для соискателей, так и для работодателей. По тем вакансиям, которые мы заявили, да, действительно, безработные обратились, мы, скажем так, получили контактные сведения. Будем пытаться сотрудничать, приглашать на работу. Ярмарку вакансий посетили более ста зареченцев. 22 из них заинтересовались предложенными рабочими местами и договорились с представителями организации учреждений о дополнительном собеседовании. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Проект православного прихода Воскресенского молитвенного дома выиграл грант-конкурса «Православная инициатива 2015-2016». Теперь в Заречном появится Центр православного воспитания «Семейный круг». В нем обоснуется детская развивающая студия «Жаворонки», родительский клуб, кабинет психологической помощи семье, православная гостиная для старшеклассников. И еще один проект выиграл грант-конкурса «Православная инициатива». В число победителей вошел проект «Добрый театр» Зареченской театральной студии «Шаг» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Добрый театр» театральной студии «Шаг» для людей с ограниченными возможностями здоровья «Дома культуры и дружбы» вошел в число победителей международного открытого конкурса «Православная инициатива 2015-2016». Театральная студия «Шаг» была основана в 2015 году, и сразу ребята приступили к репетиции спектакля. Для дебюта труппа выбрала пьесу Степана Лобозерова «Именины тут или что?». Хоть это и комедия, но под маской юмора и смеха скрываются серьезные жизненные проблемы. Наверное, главная тема этого спектакля – это, к сожалению, часто нежелание людей, близких, члены семьи, друзья, слышать друг друга, уделять внимание друг другу, когда каждый занят своим делом. И какая-то ситуация, одно событие может вскрыть какие-то проблемы внутри семьи, помочь людям найти какой-то другой выход, обратить на это внимание. Постановку «Именины тут или что?» ребята из студии «Шаг» показывали два раза на сцене Дома культуры «Дружба». И оба спектакля прошли с аншлагом. Для актеров специально подбирали роли по типажу. Ну, роль близка. Она очень такая, ну как, интересная. Вот. И немножко она, ну, смешная. Я играю роль Катерины. Это хозяйка дома. Так, ну чем она мне нравится? Вообще это, как говорится, можно так сказать, главная роль в спектакле. И, в принципе, вот этим вот и нравится. Теперь, благодаря гранту Международного открытого конкурса «Православная инициатива 2015-2016» ребята смогут показать спектакль «Именины тут или что?» в Пензе и области. Также в планах у театральной труппе поставить новый рождественский спектакль. Дмитрий Балясников, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». О проекте «Добрый театр» победителя грантового конкурса «Православная инициатива» мы поговорим с заведующей культурно-досуговым отделом Дома культуры и дружбы руководителем театральной студии «Шаг» Мариной Халюкиной. Интервью студии сразу после рекламы, а пока к другим новостям. Начался прием заявок на участие в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант». В этом году он проходит под девизом «Писать грамотно – это модно». Акция проводится уже более 10 лет, и с каждым годом в ней участвует все больше людей, желающих проверить свою грамотность. Так, в 2015-м «Тотальный диктант» писали в России, Европе, обеих Америках более 108 тысяч человек. В нашем городе образовательную акцию проводят еженедельник «Заречья сегодня». Как к ней присоединиться, узнала Ксения Тризна. 16 апреля зареченцы всех возрастов сядут за парты, чтобы проверить свою грамотность. Наш город присоединяется к образовательной акции «Тотальный диктант». Она проводится ежегодно не только в России, но и в других странах мира. В 2015 году «Тотальный диктант» написали жители 549 городов 58 стран. В Заречном акция пройдет на базе Зареченского технологического института. Сначала планировали собрать всех участников в одной аудитории, но потом решили выделить дополнительное помещение. В последние месяцы идут буквально шквал звонков, которые нас несомненно радуют, что город у нас такой активный, поддерживающий все замечательные инициативы. То сейчас уже рассматривается вопрос о двух больших аудиториях, так что пусть жители города Заречного не переживают, будет абсолютно спокойно, каждому будет предоставлено свое индивидуальное место. В этом году автор текста диктанта – детский писатель Андрей Усачев. Это не отрывок из произведения, а литературный фрагмент, написанный специально для акции. Поэтому найти текст в интернете и подготовиться нельзя. Организатор «Тотального диктанта» в нашем городе – еженедельник Заречий сегодня. Читать текст будет заслуженный учителем России Тамара Задорожная. Сначала обязательно на экране будет прочтен текст автором Андрея Мусачевым. То есть зритель увидит авторские интонации. Потом Тамара Задорожная проговорит с пишущими сложные правила, которые в этом тексте могут встречаться. И потом уже будет диктовать уже непосредственно в нужном темпе. Результат диктанта будет известен только участнику. В общем доступе итоговой статистики не будет. Объявят только именно тех, кто выполнит работу на отлично. Заявки на участие в «Тотальном диктанте-2016» принимаются с 6 апреля. Регистрация проводится на официальном сайте проекта totaldict.ru. Но, объясняют организаторы, это не обязательное условие, а скорее формальность. Регистрация, она просто желательная для того, чтобы мы как организаторы могли рассчитать количество посадочных мест, чтобы если вдруг придет больше, мы могли спланировать еще одну аудиторию. И чтобы мы количество бланков пишущих могли рассчитать. Но опять же, если вы решите прийти в день диктанта, не зарегистрировавшись, ничего страшного, мы вас зарегистрируем прямо здесь. «Тотальный диктант» начнется 16 апреля в 15 часов в Зареченском технологическом институте. Приходите проверить свои знания, ведь писать грамотно – это модно. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». 7 апреля стартуют игры «Зареченской лиги КВН». Ее откроет фестиваль, в котором примут участие команды «Пенза» и «Заречного». Сейчас веселые и находчивые оттачивают свои шутки в загородном лагере «Звездочка» под руководством капитана команды высшей лиги КВН «Триот-идиот» Максима Киселева. Рассказывает Анна Литвинова. Более 10 команд готовятся к открытию лиги КВН города «Заречного», которая состоится 7 апреля в ДК «Современник». Все участники фестиваля собрались в лагере «Звездочка», где дорабатывают номера, дописывают шутки и оттачивают актерское мастерство. В этом им помогают асы КВНа, представитель пензенской команды «Сура» Владимир Шмарев и любимец публики, капитан команды высшей лиги КВН «Триот-идиот», участник и автор популярных телевизионных шоу Максим Киселев. Сейчас происходит непосредственно сбор программы. Мы сейчас смотрим, осматриваем по два, по три раза все команды. Вот это делаем так, чтобы их выступление стало смешным, безусловно, поскольку это такой первый фестиваль наш, такой он будет грандиозный, и поэтому очень трепетно относимся к этому, и самая главная задача нам сделать шикарное мероприятие. Идея создания собственной лиги КВН родилась у сборной города Заречного. Именно они, будучи когда-то участниками Рязанской лиги КВН, пригласили Максиму Киселеву стать редактором и ведущим Зареченской лиги. Идея КВН очень популярна среди молодежи, она объединяет и школьников, и студентов, и работающую молодежь. Поэтому для нас очень важно, чтобы это мероприятие было, чтобы оно было на хорошем уровне. У каждой команды свой индивидуальный стиль и манера игры. Уровень подготовки тоже разный. Кто-то не раз принимал участие в различных фестивалях, а кто-то только начинает свой путь КВНщика. Мы выиграли школьную лигу и хотим играть с более взрослыми командами. Нам это очень интересно и хотим добиться большего результата. Фишка нашей команды – это Коля. Всегда скромный, всегда стеснительный. Коля, а в жизни такой же ты? Нет. А какой? Позитив. На фестивале команды покажут визитные карточки. Перед КВНщиками стоит непростая задача – уместить в короткое выступление как можно больше смешных шуток и миниатюр. Они покажут все самое лучшее, что у них есть, что у них там накоплено, написано за последнее время. Но самое главное, чтобы зритель пришел и был заинтригован и ждал прям хорошего качественного юмора. А те, кто не придут, друзья, кусайте локти. Вы пропустите очень много. Фестиваль состоится 7 апреля в ДК «Современник». Там будут отобраны лучшие команды, которые будут бороться за кубок Лиги КВН города Заречного. Анна Литвинова, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный». И о спорте. Зареченская команда «Ритм» 222-й школы провела второй матч в рамках финала школьной баскетбольной лиги КС «Баскет». Игры проходят в Екатеринбурге. В соревнованиях участвует 16 лучших школьных команд России. Во втором матче соперником наших ребят были учащиеся из Череповца. В стартовом периоде зареченцы уступили, но разница в счете была минимальной – всего одно очко. Во второй четверти нашим баскетболистам хватило минуты для того, чтобы сравнять счет 21-21. И затем ученики 222-й школы вышли вперед. На большой перерыв команды ушли при счете 46-41 в пользу зареченцев. В третьей 10-ти минутке череповчане отыграли одно очко, но переломить сход игры наши баскетболисты не позволили. В финальной четверти «Ритм» увеличил отрыв до 10 очков и не оставил сопернику шансов отыграться. Матч закончился со счетом 83-73 в пользу зареченцев. В рамках группового этапа нашим баскетболистам осталось провести одну игру. Завтра играем с киргизами, но их уже можно не считать. Единственный вариант, если череповец завтра выигрывает у Кирова, будет закрутка. В ЛУФ выходят две команды из группы. Сегодняшняя победа, как бы мы себе сделали плюс по разнице. Мы проиграли 6, выиграли 10, у нас плюс 4. Это гарантирует нам плей-офф. Стартовали финальные игры в рамках чемпионата России Суперлиги 2-го дивизиона. По итогам матча регулярного чемпионата Зареченский Союз в плей-офф не вышел и теперь продолжает борьбу за 9-е место. Соперниками наших спортсменов стали игроки Тулы и Ставрополя. Баскетболисты играют по круговой системе. Матчи проходят в Ставрополе. Каждая команда проведет по две встречи. В первой игре соперником Союза был Тульский Арсенал. Зареченцы лидировали по ходу всего матча. Первую 10-минутку они выиграли со счетом 23-20. После второй преимущество Союза составило уже 9 очков. Третья четверть завершилась со счетом 56-41 в пользу Заречного. И в финальном периоде отрыв увеличился еще на 2 очка. В итоге 74-57 победа Союза. 6 апреля в матче между командами Заречного и Ставрополя будет разыграно 9-е место чемпионата России Суперлиги 2-го дивизиона. О результатах игры мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. В Зареченеце Никита Митрофанов завоевал золото открытого первенства ульяновской школы бокса «Локомотив». В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов. Десятилетний воспитанник специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва Заречного провел два боя, в которых одержал убедительную победу. С подающим большие надежды маленьким боксером встретилась Ксения Тризна. Победить всех соперников в России – такую задачу поставил перед собой юный боксер Никита Митрофанов. Ему всего 10 лет, но он уже делает уверенные шаги на пути к своей цели. Недавно Никита стал победителем открытого первенства школы бокса «Локомотив» в Ульяновске. «Спортсмены были, ну, как я, но у них дыхалка была, ну, чуть-чуть послабее моей. И, ну, и поэтому я выиграла, потому что у них дыхалка не такая была хорошая». Никита занимается боксом чуть больше двух лет. Тренер уверен, у мальчика есть сильный спортивный характер. «Многие с ним приходились за эти два года с лишним. Очень многие ушли из этого, как говорят, прихода. А он один остался. То есть выдержал все испытания здесь. То есть характер такой у него выносливый, выдержанный, то есть волевой». Турнир в Ульяновске собрал более 200 участников из 8 регионов России. «Такие соревнования прекрасно подходят для того, чтобы боксер набил руку, привык выходить на ринг», – объясняет наставник Никиты Митрофанова Игорь Бирюков. Главное в боксе – справиться с эмоциями, ведь поединки выигрываются в первую очередь в голове. Перед боем спортсмен должен продумать тактику, чтобы не допустить ошибок. «Нельзя кидаться и лететь, потому что если ты полетишь, ты можешь получить по башке». Пока Никита продолжает тренироваться. Для спортсменов младше 12 лет не проводят таких серьезных соревнований, как первенство области Федерального округа России. А это значит, что у Никиты есть еще два года, чтобы как следует к ним подготовиться. Ксения Тризна, Сергей Путинцев, телерадио «Компания Заречный». Продолжим после короткой рекламы. Не переключайтесь. Приобретайте квартиры в готовом доме по проспекту 30-летия Победы от застройщика строительное управление номер 2. Дом за центральной аптекой в тихом зеленом центре города. Просторная планировка одно-двух трехкомнатных квартир и квартир-студий. Автономная котельная сэкономит плату за отопление в два раза. Выгодные варианты отдела квартир. Продолжается строительство кирпичного дома на улице Ленина, 1А. Срок сдачи – декабрь 2017 года. Строительное управление номер 2. Телефоны 65 35 45 51 32 86. Вы купили Алмак. Почему? Маме ноги лечить. Ей назначили в поликлинике. Сама она не доедет. Будем лечиться дома. Подготовьте здоровье к дачному сезону. До 10 апреля успейте купить Алмак по выгодной цене в аптеках FarmTrade, Центральной аптеке и аптеке на Ленина 58А. Качественные пластиковые окна. Надежные стальные двери. Модные натяжные потолки. Высокотехнологичные кондиционеры. Вертикальные горизонтальные жалюзи. В компании «Ремстрой». Отбор лучших состав команды «Росатомом». Третий уходит в последний ремонт. Новые туки в атомной отрасли. Смотрите в среду в 20.00. 7 апреля. Дворец культуры «Современник». 18.00. Фестиваль открытия Зареченской лиги КВН. Новый уровень, новые эмоции, новый сезон. И главный сюрприз ведущей игры. Чемпион высшей лиги КВН. Актер юмористического шоу «Однажды в России» Максим Киселев. Отличное настроение гарантировано. Справки по телефону 25 94 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Добро пожаловать на наш канал! Мы не видели остальные заявки, и можем только приблизительно что-то говорить. Если на конкурс было всего подано где-то около 1400 заявок, 300 из них победили. То есть где-то 20% подавших заявки стали победителями этого грантового конкурса. Кроме вас, кто еще подавал заявки? Вы же смотрели список участников? Да, конечно, на сайте официально вывешен список победителей. Там, включая всю Россию, 9 государств ближнего и даже дальнего зарубежья, включая там, допустим, Эстонию, Белоруссию, Таджикистан. То есть разные совершенно государства. А гранты вот эти предоставлялись под какие-то конкретные проекты, которые были каким-то образом завязаны на православии? Да, в этом грантовом конкурсе, который проходит в фонде православной инициативы, там есть как раз направление. Ну, как одно из направлений, которое поддерживается этим фондом, это как раз работа с людьми в ограниченных физических возможностях. То есть поэтому и мы целенаправленно подавали заявку именно на этот конкурс. То есть именно, наверное, как бы поэтому... Ну, там, конечно, многие подавали. Ну, во-первых, мы старались показать, доказать, насколько, допустим, работа с такими людьми и работа этих людей, да, выступающих на сцене, важна и только, не только для их развития, да, и реализации их прав, да, участвовать, да, в творчестве, да, но и показывать свою работу, свои результаты другим людям. Вот, в принципе, грант был нацелен на это. То есть тот спектакль, который мы поставили, мы благодаря выделенным средствам можем поехать и показать куда-то, то есть это по-любому должны быть транспортные расходы. И там выделены средства на приобретение определенных материалов для того, чтобы ребята могли поставить следующий спектакль и тоже его выехать, показать. Ну, то есть вы на эти средства рассчитываете что приобретать? Реквизит, костюмы? Ну, в первую очередь, это реквизит для того, чтобы мы могли выехать, потому что, допустим, у нас подвесные конструкции, да, вот спектакли. Не во всех, допустим, учреждениях есть такая возможность такие конструкции подвесить. Поэтому мы будем приобретать передвижные конструкции, их оформлять вот по идее нашего оформления спектакля, как бы на это, да, там есть часть средств, чтобы мы могли, допустим, в любое другое место выехать, на любую там не даже оснащенную техническую сцену. И плюс мы будем покупать там расходные материалы, это ткани, ну и прочее другое, для того, чтобы сделать реквизит к следующему спектаклю. У вас уже составлен такой гастрольный тур? Гастрольный тур. Ну, такое доброе слово. Да, такой небольшой такой тур у нас составлен. Мы как бы на протяжении вот весна-лето, затем захватим всю осень и заканчиваем мы как бы работу по этому гранту в январе месяце, следующего года. А вы уже наметили какие-то дома культуры, учреждения культуры, где вы будете представлять свой спектакль? Да, но я должна сразу оговориться, что это не дома культуры, поскольку работа студии – это очень специфическая работа, и просто на свободную аудиторию показывать будет сложно. Поэтому нашей целью, главной целью этого проекта – показать работу ребят для тех людей, которые тоже в какой-то степени, ну, немножко не обделены, а ограничены в общении. Это пациенты, ну, такое не очень хорошее слово, да, домов ветеранов, это областной дом ветеранов, дом ветеранов поселок Монтажный и некоторые другие. То есть мы едем туда для того, чтобы тех людей, которые там находятся, показать, что даже при ограничении каких-то возможностей физических, да, можно, если поставить перед собой цель, можно находить радость и в творчестве, да, может быть, кого-то вот внутри этих учреждений сподвигнуть на что-то доброе, творческое. То есть наша задача вот такая. Марина, скажите, пожалуйста, у вас ведь театр, которым вы руководитель, студия, существует меньше года? Ну, чуть больше года, скажем так. Чуть больше года, да. И, на ваш взгляд, прогресс вот в чем? Вот вы сейчас его уже видите, ну, год отработали, да, поставили первый спектакль, показали его на сцене Дома культуры и дружбы. Вот прогресс в самой работе и в ребятах вы видите? Ну, конечно. Во-первых, они, ну, начинали все это, конечно, тоже с неуверенностью, с огромной, как, в общем-то, и я. Когда они уже два раза его официально показывали на публике, они почувствовали, на самом деле, в себе уверенность, то, что действительно они это могут. И могут это делать неплохо в силу своих возможностей. И они уже готовы работать над чем-то новым. То есть в них эта потребность, она вот возросла. То есть уверенность, они хотят другое что-то пробовать. И это, на самом деле, здорово. Вот, то есть мы, как бы, вместе стараемся реализовать их, вот, потребность, да, в реализации своих творческих, как бы небольшие артисты. Им это очень нравится, их очень это вдохновляет. И вот мы сейчас начали уже читать новую пьесу, вот, новую, да, будем делать спектакль. Мы его уже разобрали немного. В общем, все готовы работать, трудиться. И еще что-нибудь потом делать. Они говорят, да еще что-нибудь давайте искать. Ну-ка, давайте. Кстати, вот о новой постановке, которую вы сейчас готовите, это пока секрет, что это будет? Пока вы не хотите раскрывать карты? Или уже можно говорить о том, что... Ну, немного можно рассказать. Ну, в чем, как бы, особенность вот следующей нашей постановки. Ну, во-первых, это будет не комедия. Это будет такой более серьезный спектакль. Он будет меньше по времени, где-то, наверное, 25-30 минут. И главный там, в этом спектакле, будет кукла одна. То есть мы попробуем с ребятами работать с куклой. Это не будет ни ширма ни в коем случае, нет. Это будет, ну, достаточно большая, где-то, наверное, около метра кукла, которой они будут, вот, два человека будут работать. И спектакль, в основе этого спектакля, пьеса Ольги Рагулиной, мы его, конечно, видоизменяем, даже меняем финал, потому что вот у Ольги немножко финал пессимистичный. Мы не хотим. В конце спектакля все равно должен быть свет, обязательно что-то доброе. И в процессе вот этой истории, вот этот главный персонаж, который будет кукла, он встречает различных людей, разных поколений. И главное, это тема этого спектакля затронут, тему вообще веры в чудо в человеке, способность, желание мечтать, стать перед какой-то, какие-то задачи. То есть такие очень хорошие темы затронуты в этом небольшом спектакле. Ваши ребята уже поверили в чудо? Ну, конечно, конечно, да. Ну что ж, Марина, большое вам спасибо за участие в нашей программе. Всего вам самого доброго. И я желаю успехов вашему вот этому вот большому, доброму проекту. Всего вам самого хорошего. Спасибо большое. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. И вам всего самого доброго. И до встречи на канале Заречный. Нужны деньги? Скорая финансовая помощь. Сумма займа до 30 тысяч рублей. Льготы для пенсионеров и специальные предложения для заводчан. Скорая финансовая помощь. Звание 8 800 505 5003. Наш адрес в Заречном, улице Строителей, 11А. Бывший магазин «Рябинушка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин